ребят всем привет меня зовут андрей и сегодня мы с вами поговорим про фейсбук рекламу наверное вы слышали если вы делаете amazon может быть вы делаете falcon heavy либо каким-то образом привлекаете трафик с фейсбука на ваш store в амазоне наверное вы слышали про такое понятие как себе о расшифровывается это следующим образом компейн баджет оптимизация и сегодня мы с вами поговорим о том что это такое какие в чем разница между себе о и другими обычными компаниями которые были раньше мы рассмотрим какие есть стратегии по работе себе о и я вам ну еще расскажу несколько интересных моментов у меня есть подсказка я подготовил план по которому мы с вами будем идти и самое первое начнем с того что в сентябре этого года 2019 года фейсбук сказал что все аккаунты все аккаунты адвертайзеров они перейдут на себе это значит что если раньше вы где ставили бюджет закладывали на от сет левеле от сет левел то сейчас бюджет будет ставиться только на компании на лаван на компании лаван значит фейсбук фейсбук сказал что в сентябре полностью полностью перейдется на эту систему пока что этого еще не произошло сейчас уже октябрь но все равно все придет к тому что компании можно будет создавать и ставить бюджет только на уровне компании то есть на уровне компании можно будет составить бюджет ваших вашего вашей рекламы поэтому я считаю что вам нужно быть готовым есть вы еще не делали себе то обязательно досмотрите это видео до конца чтобы вы поняли каким образом какие бенефиты вы можете получить и чтобы для вас это не было каким-то шоком когда в один день вы придете откройте аккаунт man facebook менеджер чтобы создавать новую компанию и обнаружите что вы не можете на от сет левеле на от сет левеле поставить бюджет значит значит смотрите давайте коротко рассмотрим структуру компании на фейсбуке значит у нас есть компания да да на этом уровне мы устанавливаем то есть мы до смотришь компания далее после компании у нас идут от сеты от сеты то есть на уровне компании мы устанавливаем цель да то есть что мы хотим делать мы хотим мы хотим привлечь трафик например да трафик мы хотим сделать конверсии мы хотим сделать лидов ну и так далее то есть есть много разных компаний разных типов сейчас в это не будем вдаваться на уровне от сетов вы задаете таргетинг то есть кому вы хотите показывать на уровне от сетов кому вы хотите показывать это объявление то здесь закладываются возраст старт закладывается пол то есть это может быть мужчина либо женщина здесь закладываются placement и то есть где вы хотите показывать рекламу то есть это может быть facebook это Это может быть инстаграм, это могут быть фейсбук фид, либо фейсбук стори, либо инстаграм стори и так далее. Очень много плейсментов, либо аудиенс, нетворк, то есть плейсментов очень много. Это все делается на уровне от сета. И последний уровень, это уровень эда, то есть это эд. Один от сет может содержать в себе большое количество эдов. То есть эд – это то, что пользователь видит скролля-ленту в соцсетях. Это именно эд, то есть конечный продукт, который видит пользователь. И, значит, каким образом эта вся реклама работала до момента, когда фейсбук объявил о CBO? Работала она таким образом, что мы создавали одну компанию, мы ставили какую-то цель, здесь все одинаково. Но, что важно, мы бюджет рекламы ставили на от сет-левеле. То есть это могло быть 50 долларов, мы могли поставить на этот от сет, на этот мы могли подставить 30 долларов, и на третий от сет, предположим, могли поставить 10 долларов. Либо, то есть как угодно, можно поставить одинаково, можно, если что-то у нас работало лучше, предположим, этот от сет у нас работал лучше, чем другие, мы просто здесь поднимали бюджет. И, следовательно, тратили здесь больше. Каким образом, значит, что такое CBO? Каким образом это меняет правила игры? Значит, при CBO вы больше не можете ставить бюджет на уровне от сетов. Потому что теперь бюджет будет ставиться на уровне компании. И если вы хотите, например, у нас здесь 50, 30 и 10, это 90, 90 долларов было на трет сета, то сейчас это будет устанавливаться на уровне компании, 90 долларов. В чем здесь есть подвох? Ну, то есть может показаться, что часть какой-то власти над вашими объявлениями теряется, и Facebook берет больше все в свои руки. То есть больше берет вещей, над которыми он имеет контроль, и над которыми вы не имеете контроль. На самом деле это так и есть. То есть вы уже не имеете контроль распределения бюджета. То есть Facebook сам будет определять, куда он хочет потратить больше денег. То есть это сделано, конечно, в первую очередь для того, чтобы получить, чтобы мы, как медиабайеры, получали еще лучшие результаты, покупая рекламу на Facebook. Есть такая проблема, что приходят новые адвертайзеры на Facebook, там все настолько сложно, настолько все запутано, что они пытаются что-то там сделать, кликают, у них ничего не получается, они теряют деньги и не уходят. Facebook хочет это упростить, он хочет взять больше контроля в свои руки и позволить их алгоритму находить вам клиентов. Поэтому, собственно, и вот это вот CBO все вводится. Значит, подвох в том, что Facebook может не и не может, а скорее всего в 95% он будет тратить на разные отсеты разное количество денег. То есть, если мы, например, создаем компанию, у нас есть одна компания и у нас есть в ней три отсета, и предположим, у нас на 100 долларов, предположим, 100 долларов у нас в бюджет, то не факт, что эта компания получит 33 доллара, эта получит 33 и эта получит 33. То есть, это может получить, например, 80 долларов, это может получить 5 и это может получить 15. Вот это что касается CBO. И, конечно же, это может показаться, что как, каким образом, почему Facebook, например, потратил здесь всего 5 долларов, а здесь потратил 80 долларов. И он это объясняет таким образом, что Facebook смотрит, где какая аудитория более предрасположена к вашему целевому действию и дает туда большую часть бюджета. Значит, ну это то, что говорит Facebook. На практике, конечно, не всегда так получается. Бывает такое, что вот эта компания с 5 долларами показывает, отцеп с 5 долларами показывает гораздо лучшие результаты, гораздо лучшие результаты. Но Facebook все равно продолжает тратить деньги вот на эту компанию, где результаты могут быть хуже. Это вводит в конфьюз, это непонятно, почему Facebook не тратит деньги на компанию номер 2, где результаты гораздо-гораздо лучше. Значит, объясняется это тем, что Facebook считает, что если он будет, что эта компания имеет больше потенциал, следовательно, туда он и тратит больше денег. Значит, как обойти, то есть каким образом можно, можно немножко взаимодействовать на, ну в данном случае, то есть взять немножко контроля в свои руки. При создании отцета на уровне, на уровне отцета, обратите внимание, есть небольшая ссылка, где написано, я сейчас точно не помню как, но это на уровне отцета создается, где вы можете поставить минимум и максимум баджет. Вы нажимаете на этот линк, и у вас выпадает маленькая такая менюшка. Он очень неприметный, он очень неприметный, его практически не видно, его постоянно пролистывается. Этот линк находится возле опции, возле времени, где время и дата запуска отцета. Вот сразу же под ним находится этот линк. И там вы можете поставить минимум, минимум, add, отцет, spend и максимум. То есть там будут две графы, первая графа и вторая графа, где вы можете поставить минимум и максимум. И если вы запускаете, тестируете новые компании с новыми отцетами, я вам крайне рекомендую ставить хотя бы минимум, я не знаю, тот, который вы будете считать нужным именно в вашей ситуации. Если вы делаете Falcon Heavy, и у вас кост за один месседж, например, 20 центов, то вы можете поставить минимум 5 долларов. То есть Facebook потратит 5 долларов на данный отцет, попытается потратить, кстати, нет гарантии, что он потратит именно 5 долларов. Но вы хоть увидите какой-то результат и увидите отклик. Вот это каким образом можно это обойти. Значит, что говорит также Facebook? То, что делать выводы о том, как работает компания, нужно делать только на компании level. То есть если до этого мы могли смотреть, как у нас перформит определенный отцет, как перформит определенный отцет. То есть сейчас Facebook говорит, что не нужно делать выводы, не нужно смотреть в сторону отцетов. Отцет, да? Отцет. А делайте ваши выводы на уровне компании. Вот. То есть это, с одной стороны, это немножко спорно, потому что мы все равно пытаемся оптимизировать, ну, лично мы, мы все равно пытаемся оптимизировать на уровне отцетов. Если мы видим, что какой-то отцет не работает, мы его выключаем. Но в целом главный, главный посыл, что говорит Facebook, это то, что нужно смотреть на то, как перформит компания в целом. То есть если вы делаете, если вы делаете конверсии, то вы смотрите конверсии не на уровне отцета, а на уровне компании. То есть таким образом вся в целом компания работает. То есть я думаю, что это понятно. Следующий момент. Если вы не пользуетесь rules, я вам также советую начать пользоваться. Они очень помогают облегчить вот эту вот рутинную проверку объявлений. И выставляя определенные rules, возможно, мы запишем отдельное, отдельное видео по rules. Если вам будет интересно, то пишите в комментариях. Мы расскажем, какие мы rules ставим у себя. Значит, вы ставите rules. И rules могут быть как на уровне компании, на уровне отцета и эда. И здесь вы задаете, что круто в rules, вы можете сказать, окей, Facebook, если, например, вот этот отцет потратил, предположим, 20 долларов и получил 0 месседжей, месседжей, да, то есть если мы говорим за Falcon Heavy, 0 месседжей. То тогда выключи этот отцет. И здесь может быть любая сумма. Вы можете поставить 5 долларов. И когда вы ставите, когда вы запускаете компанию, вы создаете 3 отцета, вы ставите минимум, например, ставите на каждый отцет минимальный спенд, например, 5 долларов, да. То есть здесь 5 долларов, здесь 5 долларов и здесь 5 долларов. Далее вы ставите rule, где вы говорите, Facebook, если, то есть вот ты потратишь 5 долларов, и если cost per result, то есть стоимость за результат будет, вы сами определяете, да, в зависимости от вашей ситуации, то есть сколько там, это 30 центов, это 50 центов, это доллар. И дальше вы выставляете, что если, например, за 5 долларов, потрачено 5 долларов, но 0 результата, то есть 0, не было ни одной конверсии по этому отцету, Facebook автоматически это выключит. Либо вы можете сказать, что если результат стоит 3 доллара, а для вас это дорого, да, cost per message 3 доллара, ну это дорого, тогда вы также можете это выключить. И вот когда вы делаете таким образом, получается следующее, что вы тратите по 5 долларов, и далее Facebook сразу же убивает то, что не работает, и оставляет только то, что работает. И дальше весь бюджет, в данном случае возьмем 15 долларов, да, которые у нас есть, он направляется в эту компанию, в одну, а две оставшиеся компании выключены. Вот, значит, это то, что вы можете затестировать, если вы делаете, ну я не знаю, Falcon Heavy, либо если вы драйвите трафик на ваш сайт, или если вы делаете конверсии, лидов, что угодно. То есть это очень круто. Rules, они офигенные, то есть вам приходят уведомления на Facebook, на email, как только какой-то rule сработан, и вы, что самое крутое, вы не тратите просто так деньги, вы не прожигаете деньги. Если вы видите, что какой-то condition сработал, то Facebook сразу же это выключает. Итак, несколько стратегий, на этом будем заканчивать. Расскажу буквально, буквально несколько стратегий, что вы можете сделать, каким образом вы можете потестировать CBO. Хочу сразу сказать, что стратегий на сегодняшний день очень много. У одних работают одни, у других работают другие. Каждый говорит, вот у меня это сработало, а у меня сработало совсем другое. И вы, когда начинаете это делать, возможно, то, что сработало у нас, оно не сработает у вас. И то, что сработало, сработает у вас, может не сработать у нас. То есть это важно понимать. Поэтому все нужно тестировать. То есть основная мысль, все нужно тестировать. Я вам просто дам несколько идей, как вы можете протестировать CBO компании. А дальше вы уже будете смотреть, собственно, тестировать и смотреть. Если у вас это не получится, значит нужно думать, как еще, что еще можно сделать. Итак, создается одна компания. То есть мы создаем компанию. Ну и здесь мы ставим определенный бюджет. То есть, ну скажем, в зависимости от ваших бюджетов, то вы ставите, я не знаю, там 20-200 долларов. То есть мы больше 200, мы только на кост капы ставим. Но в среднем, если мы хотим очень быстро получить результат, то мы ставим 200 долларов. Но мы продаем через сайт. Если вы хотите сделать, просто привлечь трафик, либо получить месседжи, привлечь людей Falcon Heavy в вашу воронку, то, конечно, тогда 200 долларов нерезонно будет. Вы начинаете с какого-то более мелкого бюджета. Далее создается 5 отсетов. Отсет первый. Отсет второй. Отсет третий. Четвертый и пятый. То есть вы создали одну CBO-компанию. Здесь поставили бюджет и создали 5 отсетов. Далее вы ставите минимальный спенд. Минимум спенд. Минимум спенд. В зависимости от вашего бюджета. Если вы, например, предположим, если у вас бюджет 100 долларов на компанию, тогда вы можете поставить минимальный бюджет, ну, попробовать по 20 долларов на каждую компанию. Если вы отталкиваетесь от вашего результата, Cost Per Result, вы можете поставить минимальный спенд вашего одного результата. Если у вас конверсия стоит, например, 20 долларов, предположим, то вы можете минимум на всех поставить минимальный спенд по 20 долларов. Если у вас конверсия стоит 30 долларов, то вам нужно поставить минимум 30 долларов на то, чтобы не получилось, что Facebook выключит ваше объявление раньше еще того, чтобы он потратил достаточно денег на получение одной конверсии. Когда вы создали эти отсеты, вы поставили минимальный спенд, далее вы ставите Rules. Rules тоже. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. У каждого Rules будут разные в зависимости от того, какую компанию, то есть какой объектив у вас, какая цель вашей компании, собственно, и Rules тоже будут разные. После того, когда вы... Ну, Rules, кстати, в конце делаются. То есть после отсетов мы создаем с вами ады. И здесь есть очень интересный момент. То есть каким образом можно это создать? Вы можете взять один ад, создать какой-то один ад и поместить его в каждый из этих отсетов. Очень важно, что у вас должен быть одинаковый ад ID, то есть пост ID. В данном случае вот у Эда. Пост ID, он должен быть одинаковый. И если он одинаковый, тогда весь social proof, который будет собираться собираться на этом адде, он будет показываться здесь, 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 здесь и здесь. И это очень круто. То есть весь ваш бюджет, в данном случае 100 долларов, будет тратиться только на один ад. И вы будете быстрее собирать social proof. Лайки, комменты, шеры, просмотры. Это очень большой social proof на Facebook. Люди обращают на это внимание. Они смотрят на объявления. Если они видят там большое количество social proof, комментариев, шеров, они более склонны перейти по этому объявлению, потому что они уже видят, что многие люди с этим взаимодействовали. Из минусов данной стратегии, если у вас плохо составлен ад, плохо составлен, и он не откликается с вашей аудиторией, то в данном случае вы можете получить плохие результаты, и дело будет не в таргетинге, не в компании, а именно в том, что сам ад, сама рекламка, которую видит пользователь, она не цепляет его. Поэтому вот эта фишка, она подойдет, если вы четко имеете каких-то виннеров, то есть вы знаете, например, какое видео у вас работает, какие креативы у вас работают, какое видео, какие заголовки, какой текст, какие хедлайны. Если вы уже это знаете, если вы работали с вашими объявлениями, тогда вы можете взять самое лучшее, создать либо один ад, либо использовать, уже взять то, что есть и использовать этот же самый пост-айди. Таким образом вы очень быстро начнете собирать social proof. Это очень круто, это очень то, что многие недооценивают, делая эды. Вторая стратегия, мы скажем, здесь мы делаем то же самое, то есть вверху все мы оставляем то же самое, здесь, да, но мы делаем несколько, несколько эдов. То есть это может быть эд 1, потом может быть эд 2, потом может быть эд 3. Каждый эд, он разный, он чем-то отличается. Вы можете тестировать фотографию, можете тестировать видео, можете тестировать call to action, можете тестировать текст, то есть что угодно. Можно тестировать там разные фотки либо фото против видео, смотреть, да, что будет лучше перформить. И в каждом, получается, от сети у нас по 3 эда, то есть в каждом от сети. По три одинаковых эда. Опять же, очень важно, одинаковые пост-айди должны быть, чтобы вы использовали одни и те же пост-айди. Здесь, конечно, у вас этот бюджет 100 долларов, он будет тратиться между тремя эдами. И вы тоже можете выключить. Если вы видите, что какой-то эд работает хуже, вы тоже его можете выключить и оставить то, что работает. Здесь плюс в том, что вы четко можете увидеть быстрее, что у вас работает. И если у вас какой-то один ад просел, то другое, возможно, сработает, и вы увидите, о, окей, это работает. Из минусов, ну, то есть, разве что меньше забирается social proof, потому что весь этот бюджет, он разбивается вместо одного эда, он на три разбивается. Вот. И последняя фишка, которую также расскажу, которую вы можете сделать и также протестировать, это Dynamic Ads. Dynamic. Значит, Dynamic ставится на уровне отсета. Когда вы создаете, когда вы настраиваете отсет, там есть такой ползуночек, где вы включаете Dynamic Creative. И на уровне эда, то есть, когда вы уже создаете эд, у вас будет опция сразу же прописать несколько заголовков, несколько поставить разных видео, например, поставить разные фотографии, поставить разные description, поставить разные call to action. Ссылка, правда, ну, ввести будете куда-то в одно место, да. Но здесь вы даете Facebook очень большое, то есть, вы говорите Facebook, вот смотри, что у меня есть, давай, тестируй, смотри, что лучше будет работать. Что делает Facebook? Он может взять копию, копию первую и взять вот это второе изображение, а потом копию первую с третьим изображением, копию, например, вторую с четвертым изображением. То есть, он начинает миксовать очень много разных вариаций вашего объявления создавать, очень много. И он начинает смотреть, что лучше работает, какая составляющая, то есть, какой лучше работает текст, какая лучше фотография либо видео, какая лучше call to action работает. Он, значит, это все ратирует, когда он это находит, он начинает это показывать людям. Какой здесь плюс? Если вы только начинаете делать рекламу на Facebook, то я бы вам советовал начинать именно с дайнемика, для того, чтобы вы четко сразу же увидели, что у вас будет работать лучше всего, какие фотографии, какой текст, для того, чтобы вы потом смогли пойти в reports и посмотреть, и посмотреть, каким образом, что работает лучше всего. Facebook эту информацию дает, он показывает, сколько было, показывает по каждому из этих пунктов. Вы можете каждый пункт отдельно отсортировать и посмотреть, какие по нему были результаты. Вы отсортироваете, смотрите, что самое лучшее сработало, и вы из этого берете и создаете один ад. И далее этот ад вы можете поставить на отсеты, где будет один ад. Вы уже наверняка знаете, что это работает, и там вы можете сразу же собирать social proof. Из минусов здесь отмечу то, что social proof собирается очень слабо, потому что очень много разных видов адов создается, и хоть очень-очень много, поэтому просто не может собраться большое количество social proof, лайков, шеров и комментов. Но это чисто вы делаете dynamic для того, чтобы найти в биннеров, найти то, что работает. Поверьте, креатива это очень-очень важно. Многие тратят время на отсет левеля и думают, какую аудиторию, какой возраст. Хотя по факту гораздо больше времени стоит тратить именно на эдах, на том, что видит конечный пользователь. Так, ну что, в принципе, на этом у меня все. Я думаю, что это было для вас полезно. Также хочу сказать, ребят, что мы проводим бесплатный вебинар по запуску бизнеса на Амазоне. Ссылочка будет под данным видео, поэтому переходите, регистрируйтесь. Мы расскажем, как начать бизнес, если у вас нет бизнеса, или если вы только-только хотите начать, вы интересуетесь этим, то регистрируйтесь обязательно на вебинар. Мы покажем, прям будем шерить экраны, будем показывать, каким образом мы продукты ищем и все, ну и так далее. Вот, поэтому, ребят, регистрируйтесь, тестируйте данные компании. Тестируйте данные компании, пишите в комментариях ваши результаты, что у вас получилось. Делитесь вашими результатами, что вы делаете с CBO, что у вас сработало. Давайте обмениваться опытом, тестировать и смотреть, находить то, что у нас будет работать. С вами был Андрей, Seller Insiders.